Здравствуйте! На телеканале ИТВ программа «Наши новости» в студии работает Егор Зайцев. Прямо сейчас поговорим о том, чем запомнился уходящий день моим коллегам-журналистам. Минимальные замечания есть, но в целом зрители в безопасности. Прокуратура МЧС протестировали противопожарные системы Крымского мусьтеатра. Наша задача сейчас – посмотреть всю документацию рабочую на это здание, соответствующую строительным нормам. Торговому центру нет, уютному скверу – да. Симферопольцы поддерживают идею власти снести куб и ждут ее скорейшего воплощения. Здесь можно поставить скамеечки, лавочки, чтобы люди могли отдохнуть, посидеть. Строительство Крымского моста на этапе финишных работ. Одни из них – защита конструкции от ветра. Штормы и резкие порывы – не редкость для Керченского пролива, поэтому необходимы специальные обтекатели. Широкий профиль дорожного полотна моста и мачты арочного пролета выступают как парус, поэтому при сильном ветре они могут немного раскачиваться. Специальные обтекатели заставят воздух обходить конструкцию, не оказывая на нее такого сильного воздействия. По всей длине арок рабочие установят 190 специальных элементов ветрозащиты. По заявлениям специалистов, даже мощнейшие порывы не смогут навредить мосту. Очередь проверки крымских развлекательных заведений на предмет пожарной безопасности добралась и до Государственного академического музыкального театра в Симферополе. Щиты противопожарного оборудования и гидранты привлекли особое внимание комиссии Министерства чрезвычайных ситуаций и прокуратуры столицы. Подробности у Никиты Егорова. Меньше года прошло с того момента, как Государственный музтеатр в Симферополе пережил капитальный ремонт. Кроме замены кресел и освещения, руководство, как оно уверяет, позаботилось и о безопасности. Материалы соответствуют требованиям МЧС. Огнетушители проверены, заправлены и находятся на своих местах. Системы сигнализации работают в штатном режиме. Однако сотрудникам пожарной инспекции прокуратуры мало честного слова. Нужно самим во всем убедиться. Наша задача сейчас посмотреть всю документацию рабочую на это здание, соответствует ли она строительным нормам. Второе, это мы посмотрим документацию рабочую, кто здесь отвечает за технику безопасности, насколько они квалифицированы, подготовлены, соответствуют ли предъявляемым требованиям. Затем проверим вместе с специалистами МЧС непосредственно соблюдение права пожарной безопасности. В первую очередь комиссии необходимо проверить, достаточно ли широкие проходы в зале и коридоры, чтобы люди могли эвакуироваться достаточно быстро. Единственное замечание – возле сцены слишком узкий проход. Покинуть здание должны не только зрители, но и персонал. Причем для последнего предусмотрены отдельные пути отхода. Чтобы никто не замешкался, на сцену опускается специальный противопожарный занавес. Для самой эвакуации в здании предусмотрено 8 пожарных выходов. Следующий этап – тест сигнализации. Сирена оказалась достаточно громкой, и ее слышно во всех частях здания. Когда все люди эвакуированы из здания, пора начинать борьбу с пламенем. Кроме огнетушителей предусмотрены и пожарные гидранты. Все оборудование новое, однако инспекция недовольна тем, что щиты сделаны из дерева. Они должны быть металлическими, чтобы не загорелись в случае чрезвычайной ситуации. Кроме внутренних гидрантов в здании театра есть и городские. Пожарные машины могут подключаться к ним и начать тушение, если баки опустили. На тот случай, если в системе нет воды, можно воспользоваться и неприкосновенным запасом. Гигантские цистерны находятся в 100 метрах от входа в театр. Кроме основных технических средств спасения, вроде гидрантов и огнетушителей, есть и специфические, например, система дымоудаления. Если здание театра наполнится дымом, дежурный откроет люки на крыше с помощью тросов. Благодаря этому дым рассеется достаточно быстро. И одна из главных опасностей пожара – угарный газ – уйдет сам собой. Никита Егоров, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ. Симферопольские коммунальщики всеми силами стараются поддерживать порядок на городских дорогах. Кроме того, чтобы латать улицы, их необходимо очищать от скопившейся грязи и мусора. Рабочие МБУ-город обслуживают дороги с помощью погрузчика и самосвала. Это говорит о значительном объеме работ. Сейчас перед коммунальщиками стоит задача привести в порядок улицы Кичкемецкая и Куйбышева до выезда на кладбище Абдал. К 10 апреля все работы по этому участку должны быть закончены. Заниматься подбордерной чисткой, как говорит руководство МБУ-город, необходимо постоянно. Грязь и пыль быстро скапливаются из-за постепенного разрушения автомобильных покрышек, асфальта и размывания грунта. По графикам нашей уборки прибордерной полосы у нас к поминальным дням, так скажем, весенним праздникам, полосу до 10 числа мы должны ее полностью очистить, подготовить, чтобы там было чисто и красиво. Площадь Куйбышева в Симферополе ждет такая же зачистка от самовольных зданий, что и возле центрального рынка. Местный Шанхай, как называют территорию представители власти и сами жители столицы, превратился в уютный сквер. Такое же превращение предстоит и Куйбышевской площади в целом. Практически единственное здание, которое придется снести торговый центр Куб. Наши журналисты поинтересовались мнением горожан о грядущей масштабной зачистке. Еще три года назад крымский глава Сергей Аксенов анонсировал снос здания торгового центра Куб, который находится на площади Куйбышева в Симферополе. Это вызвало немало споров между собственником и властями на предмет того, за чей счет должен проводиться демонтаж. Только в феврале этого года стало известно, что хозяин здания должен снести его сам. Однако спустя два месяца Куб все так же стоит на месте. Значительное число симферопольцев ждут демонтажных работ. Здесь мешает и очень места мало. Здесь можно поставить скамеечки, лавочки, чтобы люди могли отдохнуть, посидеть. Вид он не портит, но тут все зависит от того, законная или незаконная постройка. Мне так кажется. А если будут сносить все вокруг и есть какое-то планирование площади, как отдых, как в городе, чтобы было чисто и красиво, то, наверное, да. Примечательно, что официально Куб как раз считается самовольной постройкой, которая появилась тут без соответствующих разрешений. Это подтверждается и распоряжением Совета министров, опубликованным осенью прошлого года. Этот документ описывает 19 самостроев в пределах республики. Куб входит в этот перечень. А ведь раньше это место привлекало своими цветами и деревьями. До здания торгового центра на площади был разбит парк. Конечно, надо сносить это, а он не к месту. Я помню, что когда здесь вот цветы были прекрасные, высокие, простор, а на каждом углу торговая точка-то не делала. Ну, во-первых, он занимает место здесь как бы. Место него, допустим, как на центральную мальчике сделали. Я считаю, что это очень даже красиво и удобно. Чем забито вот это непонятно противопожарными, плюс гадюшник. Вспомните, как там все было. То есть я считаю, что он здесь не нужен. Тех, кто считает, что куб нужно сохранить, не так уж и много. Единственный убедительный довод – здание дает рабочие места. Нормальное здание, которое дает, во-первых, очень достаточно много рабочих мест людям. Во-вторых, в принципе, я думаю, что оно закрывает очень много некрасивого происходящего вокруг. Лучше пусть красота стоит такой куб. Несмотря на позицию по кубу, руководство республики владельцы торгового центра не спешат производить демонтаж самостоятельно. В то же время глава Крыма Сергей Аксенов неделю назад в общении с журналистами заявил, что никаких переговоров в дальнейшем быть не может и решение, принятое в Совмине, не подлежит пересмотрению. Никита Егоров, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ. С 5 апреля в Ялте вводится режим повышенной готовности из-за угрозы чрезвычайной ситуации. Необходимость принятия мер вызвана оползнем на южнобережном шоссе в районе санатория Зари России в поселке Понизовка. В связи с угрозой на аварийном участке трассы Ялты-Симферополь с 5 апреля вводится ограничение движения транспорта весом более 6 тонн. Для большегрузов разработана схема объезда. Весь остальной транспорт будет двигаться по одной полосе с ограничением скорости, сообщили в администрации Ялты. Ранее, 27 марта, на другом участке южнобережного шоссе от Пушкина до Краснокаменки уже объявлялось временное ограничение движения большегрузов. А мы продолжаем во второй части нашей программы прямо сейчас. Век на обеспечении Родины сильными защитниками. Военные комиссариаты России отмечают 100-летний юбилей. Сотрудники военкоматов Крыма достойно выполняют поставленные государственные задачи. По обеспечению мобилизационной готовности и призыв граждан на действительную неконтрактную военнослужбу. Футбольный кубок Крыма 2018 оспорит Севастополь и молодежная. Победители первых полуфиналов не допустили сенсации в ответных встречах. Мы вышли за счет того, что мы дома сыграли хорошо. Сегодня я благодарен всем ребятам за самоотдачу. 31 марта Крымская таможня отметила четвертую годовщину со дня образования. В связи с этим руководство ведомства решило подвести небольшие итоги деятельности. Как стало известно, только за прошлый год правоохранители изъяли больше 40 килограммов наркотиков, а внешний торговый оборот Крыма составил почти 100 миллионов долларов. За прошлый год через автомобильные пункты пропуска крымских таможенников проследовало более 400 тысяч транспортных средств и почти 3 миллиона человек. При этом попытки ввести на территорию Крыма запрещенные наркотические вещества не прекращаются. За прошлый год правоохранители изъяли почти 48 килограммов наркотических средств. Не стало исключением и оружие. Сотня боеприпасов также пополнила коллекцию республиканской таможни. Возбуждено 5 уголовных дел, возбуждено более 600 дел об административных правонарушениях. С января месяца 2017 года таможенные органы наделены компетенцией по учету товаров во взаимной торговле. И в том числе полномочиям по привлечению к административной ответственности бизнеса за непредставление, либо несвоевременное представление форм учета таких товаров. Речь идет о торговле в рамках Евразийского экономического союза. По словам экспертов, внешнеторговый оборот республики за год составил почти 100 миллионов долларов. Достигнуто сотрудничество с 60 государствами. Основные торговые партнеры Крыма – страны дальнего зарубежья. Менее активно – СНГ. Помимо этого, таможня положительно оценивает участие полуострова в Евразийском экономическом союзе. Наблюдается рост взаимной торговли. К слову, пальма первенства здесь принадлежит Белоруссии. Еще одна важная тема, озвученная в рамках встречи – развитие сервисно-ориентированных технологий. Конкретно речь идет о личных кабинетах участников ВЭД. Этот сервис в первую очередь сделан для облегчения общения с таможенными органами и получения необходимой информации как таможенной органами, так и участникам внешней коммунистической деятельности. Мы в прошлый раз отмечали и сейчас отмечаем, что с учетом представления и декларирования товаров в электронном виде участник ВЭД может размещать необходимые документы в электронном виде с использованием как раз этого сервиса. Сейчас таможенники отмечают устойчивую тенденцию к увеличению внешнеэкономической деятельности. Если еще в прошлом году импорт товаров Крым преобладал над экспортом, то сейчас картина изменилась. Из предлагаемых республикой изделий большим спросом пользуются химическая продукция и зерновые. В свою очередь, полуостров нуждается в машиностроительной аппаратуре, плодовых, а также специализированном оборудовании. Для того, чтобы закон Российской Федерации соблюдался всеми сторонами экономических взаимоотношений, Крымская таможня уделяет большое внимание личному штату сотрудников. С 2017 года, согласно законодательству, у нас произошли ряд существенных изменений по отбору кандидатов. Это касается именно непосредственно предъявления требований к стажу работы для кандидатов, которые претендуют на занятие вакантных должностей. Помимо этого, Крымская таможня продолжает бороться с коррупционными проявлениями среди сотрудников службы. Регулярные внеплановые проверки, ротации руководящего состава и многое другое. В прошлом году было возбуждено 17 уголовных дел. По ним привлечено 7 недобросовестных сотрудников правоохранительного ведомства. Егор Зайцев, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ. Практически то же самое, но немного дороже. В новом терминале Симферопольского аэропорта появится аналог магазинов, работающих по формату дьюти-фри. Крымский ответ всемирно известным торговым точкам – дьюти-пейт. Ассортимент здесь практически такой же – продукты питания, косметика, парфюмерия, табачная продукция, сувениры и все от известных брендов. При этом ключевое отличие заключается в том, что дьюти-пейт будет открыт для пассажиров, которые пользуются внутренними авиалиниями. Конечно, цены здесь немного выше, чем в популярном аналоге, поскольку ассортимент все же облагается пошлинами. Магазин откроют на третьем этаже терминала, а его площадь составит более 700 квадратных метров. Напомним, новый аэровокзальный комплекс Симферополя примет первые рейсы уже в мае текущего года. Подарки и пожелания успехов в дальнейшей деятельности. В Симферополе прошел праздничный концерт, посвященный столетию со дня основания военных комиссариатов страны. На мероприятие были приглашены как ветераны, так и действующие служащие. О том, какие задачи ставит перед собой современный российский военкомат, расскажем прямо сейчас. Защита Родины – главная задача граждан во все времена. 8 апреля 1918 года Совнаркомом был принят декрет об учреждении военных комиссариатов. В те годы, после освобождения полуострова от частей белогвардейцев, один из таких начал работать и в Таврической губернии. Благодаря общим усилиям специалистов, за кратчайшие сроки Россия обрела одну из сильнейших армий. Крымский военный комиссариат за все годы своей истории существования всегда был в числе передовиков, передовых военных комиссариатов тогда Советского Союза. И сегодня он в системе органов управления, военного управления Российской Федерации занимает достойное место. Сейчас, как и сотню лет назад, военные комиссариаты действуют в интересах государства, доблестно выполняя задачи по укреплению обороноспособности страны. По случаю юбилея в Симферопольском музыкальном театре был подготовлен специальный концерт. Со сцены звучат патриотические песни и поздравления тем, кто посвятил свою жизнь вооруженным силам. Сотрудники военкоматов Крыма достойно выполняют поставленные государством задачи по обеспечению мобилизационной готовности и призыву граждан на действительную и контрактную военную службу. Проводят большую работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Это огромный труд, который требует четкого взаимодействия многих структур. Современный военный комиссариат республики был сформирован в марте 2014 года. В его состав вошли 14 районных военкоматов, а также одно управление. Все возложенные на Крым задачи четко реализуются. Вот уже несколько лет жители полуострова пополняют ряды вооруженных сил Российской Федерации. К слову, очередная призывная кампания уже стартовала. По плану в армию уедут более 2000 человек. Из них порядка 700 отправятся на материк. С каждым годом хочу отметить, что количество юношей, которые призываются на военную службу, увеличивается. Несмотря на это, мы выполняем поставленные задачи. Поэтому я считаю, что как организация, наш военный комиссариат уже полностью сформировался и сложился. Конечно, сегодняшний праздник не мог обойтись без подарков. Один из награжденных – военный комиссар Нижнегорского и Советского районов Андрей Марченко. На груди медали за прохождение службы, за воинскую доблесть, а также другие знаки отличия. Герой делится, стать военным мечтал с самого детства. После присоединения Крыма к России приехал на полуостров из Оренбургской области. Теперь с достоинством выполняет поставленные задачи уже в новом субъекте РФ. Первое, что мобилизация людских и транспортных ресурсов – это мобилизация и призыв в армию. Военно-патриотическое воспитание молодежи. Мы прививаем, значит, проводим сорницы, проводим эти спортивные массовые состязания в 10-х классах с молодежью. Проводим вечера по контракту, значит, такие вечера и утренники по военным училищам. Андрей Марченко подчеркивает, служба на благо Родины – обязанность каждого гражданина призывного возраста. Сейчас же служить в армии вновь становится престижным на волне патриотизма. Отметием, за годы после референдума Россия призвала вооруженные силы порядка 10 тысяч крымчан. Егор Зайцев, Александр Рыбин, служба новостей и ТВ. В финале футбольного Кубка Крыма, который пройдет в День Победы, как и год назад сыграет Крым Теплица, а ее соперником в решающем поединке станет чемпион Республики Севастополь. В ответных полуфиналах их фавориты не допустили сенсации и не позволили, соответственно, Евпатории и Рубину отыграть серьезное преимущество. Год назад Евпатория и Крым Теплица бились в финальном поединке за Кубок Крыма. Тогда победу одержали футболисты Владимира Мартынова. По воле жребия финалу суждено было повториться на стадии 1-2. Первый матч выиграли Аграрии со счетом 5-2, причем в ходе поединка вели 5-0. Чтобы рассчитывать на итоговую победу, евпаторийцам нужно было, к примеру, забить трижды, при этом не пропустив. Стоит отметить, что команда была близка к сотворению маленького футбольного чуда. В середине первого тайма счет в матче открыл для Верну Рединов, а на 77-й минуте второй гол забил Дмитрий Матвиенко. Играть оставалось больше 10 минут, и все вполне могло сложиться в пользу хозяев. Однако градус интриги сбросил на ноль Ролан Погорельцев, сокративший отставание Крым Теплицы, а заодно и отправивший команду в финал. Мы сегодня действительно проиграли, но зато вышли за счет того, что мы дома сыграли хорошо. Сегодня я благодарен всем ребятам за самоотдачу. Что-то не получалось, что-то в атаке можно было забить, можно не забили. Но самоотдачу упрекнуть ребят я не могу, поэтому я благодарен им за выход в финальный учебник. То, что мы выиграли 2-1 порадовало, ну конечно не хватило одного голика, чтобы выйти в финал. Но, наверное, мы много отдали шансов Крым Теплицы в первой игре. Тяжело отыграть 3 мяча, но, поверьте, мы пытались, забили 2 мяча, были еще моменты. То есть я поблагодарил ребят после игры, сказал, что с таким настроем, с таким желанием, вот так только надо выходить, биться за победой, только тогда будет результат. Севастополю путевка в финал далась в не менее интригующей борьбе. Имея запас в 2 мяча, моряки могли пропустить на последней компенсированной минуте первого тайма. Однако футболиста Рубина Александра Савина подвели нервы, и он промахнулся с пенальти. Нападающий Севастополя Редван Османов с той же точки ударил хладнокровно. Окончательно интригу убил Андрей Паныч, удвоивший перевес моряков. Молодцы, на фоне не очень хорошего поля, не проиграли борьбу, пытались создавать. Опять же, должны были реализовать моменты в начале матча, ну реализовали потом. Так, поздравляю с Севастополью с выходом в финал. До крупного севастопольцы довели счет уже по истечении основного времени игры. После провала в оборонительной линии моряки большими силами выскочили на вратаря, и ветерану Юрию Плешакову оставалось не промахнуться по пустым воротам 0-3. Финал, по предварительным данным, как и год назад, пройдет в День Победы. Тарас Березицкий, Служба новостей и ТВ. На этом у меня все. В студии работал Егор Зайцев. Желаю вам всего доброго.